Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в Кристалл.Нед! Сегодня у нас с вами обзор на очень крутую статуэтку, которую я купил на Комиконе в Абу-Даби буквально практически уже месяц назад, но только-только вот сейчас дошел до того момента, чтобы наконец-то заснять этот обзор. Это супер внезапная была покупка, точнее это даже не покупка, я уже рассказывал в своем видосе, где я рассказал, как прошел Комикон, там кадр с Комикона и так далее. Вот здесь в подсказках переходите, обязательно посмотрите перед тем, как посмотреть этот видос, так будет интереснее. В общем, если кратко, то эту статуэтку мне подарила мама заранее на мой день рождения, который у меня 18 апреля. На Комиконе просто я скидывал фотографии, она увидела эту статуэтку и просто захотела мне ее подарить на день рождения. Я, конечно же, не отказался, вот, поэтому у меня теперь есть супер крутая, лимитированная статуэтка Стэна Ли. Я давно хотел что-то со Стэном Ли, потому что у меня есть огромное количество фигурок Человека-паука, других персонажей Марвел, но не было какой-то статуэтки, знаете, создателя этого всего, по сути. Конечно, не он один, там огромное количество людей в Марвел работали над теми или иными персонажами, но конкретно Человека-паука создал он и Джек Кирби. Вот, они оба, к сожалению, уже ушли из жизни и, к сожалению, статуэтки Джека Кирби нигде не продается, ее, наверное, даже не существует, но я буду искать, может быть, что-то связанное с Джеком Кирби я найду. Вот, но пока что у меня есть теперь статуэтка Стэна Ли от Iron Studios. Это те самые большие статуэтки, которые очень крутые. Это статуэтка 1 к 4. Вы сейчас видите кадры коробки на экране, я не стал ее сейчас здесь сюда осувать, потому что она очень большая. Вот, я уже полностью распаковал фигурку, сейчас вам все покажу. И эта компания как раз-таки специализируется больше всего на вот этих статуэтках, которые на самом деле хрупкие, безумно хрупкие. Я кучу видосов видел в интернете, как что-то ломается, пальцы и так далее, поэтому я буду максимально аккуратен, но при распаковке я обнаружил одну поломку, но не у самой фигурки, а у подставки, об этом тоже чуть позже расскажу. В общем, Iron Studios фигурка Стэна Ли 1 к 4. Она была последней на Комик-коне, я ее взял, по сути, со стенда, но он был за стеклом, поэтому статуэтку никто не трогал. Вот, мне ее упаковали, я ее забрал. Она здоровская, она громадная, сейчас я начну вам ее показывать. Здесь уже немножко, наверное, видна подставка. Сейчас я вам покажу подставку, точнее, я вам не буду показывать, я ее уже подснял, я вам сейчас вставлю кадры. Подставка очень здоровская, она тяжелее, чем вся фигурка, наверное, это и логично, чтобы все четко и стойко смотрелось. У нас подставка выполнена в виде такой бронзовый, бронзовый, как бы это назвать, такого не то что, подиума, подиума правильно будет сказать, бронзовый подиум с элементами какого-то дерева и так далее. И на этом бронзовом подиуме вокруг как раз-таки силуэты персонажей, которые в том числе придумывал и рисовал и так далее, и продвигал Стэн Ли в Марвел. Это и Железный Человек, это и Люди Икс, это, конечно же, Человек-паук, фантастическая четверка. Вот так выглядит логотип фантастической четверки, который у меня, к сожалению, отломался. Я сначала сильно расстроился, но потом увидел сзади, что эту штуку уже пытались приклеивать, поэтому она, в принципе, и отвалилась. Я буду писать в магазин, в котором покупал, буду выяснять, почему так все произошло. Вот, и постараюсь, не знаю, если у них нет второй фигурки, то хотя бы сделать еще дополнительную скидку, потому что, блин, ну как-то неприятно. Если бы мне, они бы мне об этом сообщили сразу, когда я покупал, я бы еще выпросил бы скидку, точнее, добился бы еще скидки, потому что, извините, пожалуйста, но это не дело. Да, это подарок, и как бы хотелось бы все четко, чтобы было, ничего поломанного не было. Вот, и кого я тут еще не назвал? Халк тут у нас еще есть, Капитан Америка, конечно же, Тор, Фантастическая четверка, Халк, кого я, наверное, всех назвал, конечно же, Главный Человек-паук и Фантастическая четверка. Что идет у нас в комплекте? Вы сейчас видите фото на экране, как все было упаковано. Это была огромная-огромная коробка с огромным количеством полиэтилена, вроде так он называется, или нет. Или полиэтилен, так он называется, или нет. В общем, не суть, вы поняли, вот эта вот штука упаковочная, которая в телевизорах и так далее. В общем, фигурка была, статуэтка, очень надежно упакована. Тут у нас есть, по сути, одно тело, сейчас я вам ее покажу. Две пары рук и две пары, и две головы, две пары головы, чуть не сказал. В общем, две головы. И также еще вот такая вот штука, это автограф Стэна Ли. На лицевой стороне в подставке эта штука ставится, и все четко смотрится. Давайте ее я в первую очередь и поставлю. Хотя нет, это, наверное, в конце будет логично сделать, сейчас я не буду. Итак, погнали смотреть. Вот у нас руки. Первая пара рук это твип, то есть где он выпускает паутину. Я когда это увидел, я понял, что это то, что нужно абсолютно, это, наверное, лучшее, что может быть в статуэтке Стэна Ли. И вот такие вот две руки, где он как раз-таки выпускает якобы паутину. Надо аккуратно встать, потому что на самом деле риск сломать что-либо очень высокий. Как я сказал, эти статуэтки довольно-таки хрупкие. Ну как хрупкие, просто если их хорошенько задеть, то будет неприятно. Вторая пара рук у нас более простая. Здесь он просто вот в такой позе будет стоять, если эти руки ему поставить. Но я, конечно же, обе позы попробую, обе вам покажу, нарезку сделаю, подсниму, все четко вам покажу. Надеюсь, вам понравится. Вот, и две пары головы. Сейчас я вам покажу эти головы. Так, первая голова. Я не знаю, кстати, чем головы отличаются. По-моему, одна улыбается, а вторая нет. Что-то в этом роде. Так, вот первая голова. Смотрите. Мне кажется, по моему мнению, что это точь-в-точь. Я прекрасно помню, как и прекрасно представляю, как выглядел Стэн Ли. И мне кажется, что он выглядел именно вот стопроцентно вот так вот. Отлично. Так, давайте положим в сторону. И сейчас я вам покажу вторую голову. И вторая голова более такая серьезная, задумчивая. Возможно, он здесь придумывает какую-нибудь новую историю про Человека-паука и так далее. Вот так он здесь выглядит. Конечно, для меня, наверное, будет самая предпочтительная поза. Это где он выпускает паутины и улыбается. Как-то так у меня в голове видится Стэн Ли. Никак иначе. Здесь он какой-то слишком серьезный. Возможно, я когда-то поменяю, но первоначальная поза, она будет у меня именно такая. Так, и что еще? Так, эту отломанную штуку я вам показал. Буду связываться с магазином. Узнавать, что и как. Так. И, конечно же, самое основное это тело. Очень тяжелая штука. Я сказал, что она легче, чем подставка. И подставка самая тяжелая. Ну, где-то наравне, наверное. Очень тяжелая. Здесь у нас из ног торчит металлическая штука, которая, скорее всего, идет полностью где-нибудь вот досюда. Да, до туловища. Чтобы была четкая опора. И этот... Это как называется? Блин, я забыл. Короче, у меня из головы вылетел. Вы поняли. Это как подставка, которая вставляется в саму вот эту вот подставку. Для того, чтобы все надежно держалось. Какой-то бред сказал. Короче, вы меня поняли. Вот эта железная штука вставляется в подставку. Вот. Здесь Стэн Ли, в принципе, в своем обычном повседневном образе. Вот рубашка, такие штаны и кроссовки. В принципе, он так всегда, мне кажется, и ходил. Вот. И, в принципе, что здесь? Больше нечего показывать. Вы сейчас видите на экране детализацию. Она замечательная. Все это ощущается очень массивно и очень тяжело. Я сейчас прямо вместе с вами буду ставить его на вот эту вот штуку. Я постараюсь, конечно, максимально аккуратно все делать, потому что у меня большой страх есть что-либо сломать. Дорогая штука, правда, безумно дорогая. Большое спасибо маме за то, что она сделала такой подарок и папе. Это офигенно. Так, вот так это пока что выглядит. Так, давайте ему, короче, ставить уже руки и так далее. Потому что я не буду здесь показывать точки артикуляции, потому что здесь нету, соответственно. Такс, ставим руки. Ставим руки. Вот так вот, наверное. Вот так все примагничивается. Я видел вот эти видосы в инстаграме, в интернете, в шортсах, на ютубе, где всякие коллекционеры там Баджокера огромного собирали, где коллекционеры собирали Бэтмена какого-нибудь огромного, короче. И вот так вот примагничивали это все. Это смотрелось просто нереально круто. Так, и его более веселую версию головы. Я рад, знаете что? Что... И вот так вот. Все, замечательно. Это чисто для обложки. Я рад, что фигурка нигде не поломана. Вроде как, опять же, я все детально посмотрел. Он выглядит просто прекрасно. Просто офигенно он выглядит. И давайте вот эту штуку я поставлю. Наверное, вам внизу не видно, но я ее примагничиваю. Потом увидите это в нарезке. Так, я поставил. И все смотрится замечательно. Да, все круто в этой статуэтке, кроме вот этого вот момента. Но это такая мелочь на самом деле. Просто, конечно, за такие деньги, да, хотелось бы, чтобы все было идеально. Но так не всегда бывает. Тем более, эта статуэтка, ее практически нигде не продается. Я перед тем, как ее вообще брать, посмотрел. Может, где-то в интернете дешевле найти и так далее. Но в любом случае, по той цене, по которой отдали мне в магазине на Комиконе, нигде нету. И вообще нигде в наличии в целом нету. Я их спросил, они сказали, что к нам вообще приезжало штук, может быть, 20. Все раскуплены, насколько я понял. И вот эта последняя на витрине. И, короче, я ее взял. Вот, ну, мама мне ее подарила. Я бы ее, конечно, сам не взял, потому что она... Фух, очень дорогая. Но, реально, мама сказала, что у тебя есть коллекции столько всего крутого, но у тебя нету Стэна Ли. Типа, это позор. Я полностью согласен. Он должен быть. И должен быть Джек Кирби. Может быть, какой-то постер рядом поставлю, где они вместе. И где-то на полке на какой-нибудь это организую. Но статуэтка мне безумно нравится, конечно. Я, как ее, в принципе, и видел на витрине. Вот вы сейчас видите фотки на экране. Видео. И, как я ее видел на витрине, она также круто сейчас, понятное дело, что смотрится. Офигенная штука. Iron Studios. Я давно про них знаю, но не думал, что до них когда-то дойду. Что у меня будет в коллекции что-то от них. Да я и про Hot Toys так не думал, но потом у меня начали появляться фигурки. Я начал покупать фигурки Hot Toys в коллекцию. И сейчас у меня вот первая статуэтка Iron Studios. Но в ближайшее время, в ближайший год-два я не буду ничего такого масштабного в коллекцию покупать. Немножко не то время. Но позже, если все будет хорошо, все стабилизируется, я бы еще взял что-то от этой студии. Потому что у них крутой Веном, крутой Карнаж. Все очень красивое и крутое. И вы знаете, я так подумал, что круче... Вот, допустим, такой Стэн Ли или фигурка Стэн Ли от Hot Toys. От Hot Toys именно такой фигурки нет. Есть его фигурка камео по камео из Стражей Галактики 2, где он в скафандре космическом и так далее. Там все здорово, но все-таки в этом космическом скафандре, ну, такое. А здесь это прям его легендарный такой человеческий реально образ, в котором он был последние, не знаю, сколько там лет. Но я и читал его автобиографии, видел там фотографии. Там он практически в таком же и ходил. То есть он всю жизнь практически, это его любимый такой образ, которым он пробовал практически всю свою жизнь. Поэтому это его прям жизненный образ. А то, что камео в скафандре, ну, такое. Тем более, там фигурка не 1 к 4, а 1 к 6. Здесь массивная подставка, его автограф, все красиво смотрится. И поэтому эта штука, конечно же, очень сильно подкупает. В этом плане смотрится великолепно. Великолепно. В принципе, что еще? Наверное, все. Наверное, все. Вот такая вот статуэтка Стэна Ли. Спасибо еще раз большое родителям за такой крутой подарок на день рождения. Это самая ценная для меня и крутая штука в коллекции. Это определенно, потому что это Стэн Ли. Опять же, как я сказал, я бы хотел еще что-то связанное с Джеком Кирби, чтобы поставить все рядом с этой статуэткой. Возможно, поставлю какой-нибудь постер небольшой с их фотографией. В общем, я подумаю, как это все организовать. Я его сейчас буду упаковывать уже обратно. Куплю пупырку, упакую обратно, потому что буду отправлять его в Москву. Его здесь с собой катать смысла никакого нет. Пусть он пока полежит дома, дождется меня. Я приеду и уже как-нибудь там организую, что и как поставить и так далее. В общем, еще раз, ставьте лайк, обязательно оставляйте комментарий. Переходите по ссылкам в описании, там у нас проходит розыгрыш. Я не помню, наверное, видос выйдет в день, когда уже будут практически итоги розыгрыша. В общем, переходите по ссылкам в описании, там разберетесь. Сейчас проходят два розыгрыша. Я разыгрую фигурку Фанка Человека-паука с Комик-кона у себя в Телеграме. И также в Телеграме магазина проходит еще один розыгрыш на три фигурки Человека-паука. Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Надеюсь, видос выйдет до итогов, но в любом случае ищите ссылки в описании. Конечно же, смотрите обязательно видос с Комик-кона в Абу-Даби. Хорошее видео получилось, по моему мнению. Я там вроде четко все рассказал, все показал. Должно вам понравиться. В общем, переходите по сказкам и обязательно смотрите. И не знаю, вышел ли уже видос на канале, скорее всего нет. После этого видео выйдет. Это покупки с Комик-кона. Я вам, по сути, сейчас показываю первую покупку с Комик-кона. Вот она. А вообще, кто подписан на мой телеграм личный, уже видели сто раз, что у меня там и как. Что я там делал на Комик-коне с самыми первыми. Потому что я там публиковал все в режиме live. Поэтому обязательно подписывайтесь. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Эксельсер. Субтитры сделал DimaTorzok